Знать устройство вагона на зубок, управлять многотонным составом одной левой и решать проблемы за несколько секунд в Екатеринбурге. Сегодня прошли соревнования среди водителей трамваев. Михаил Икунин продолжит. Альбина Хаджиева уже два с половиной года работает водителем трамвая, но сегодня заходит в кабину, заметно волнуясь. Она принимает участие в конкурсе профмастерства. Первое задание – приемка вагона. На выполнение всего пять минут. Наличие соответствия номера вагона, номера вагона лобового маршрутного указателя. Нет повреждений и искажений. Стекла, передние обшивки, крышка жопта закрыта. Техническое состояние в норме. Дело за культурой обслуживания пассажиров. Всего за четыре минуты водитель должен сообщить о маршруте, напомнить о безопасности, объявить остановки и даже провести небольшую экскурсию. Рассказать о тех значимых местах города, которые мелькают за окном. Шаташские каменные палатки – это гранитные скалы. Один из живописных и монументальных памятников природы в черте города Екатеринбурга. Всего в конкурсе участвуют девять водителей трамваев. Это лучшие специалисты из трех депо Екатеринбурга. За выполнением заданий следит жюри. Каждая ошибка – штрафной балл. При приемке подвижного состава водитель должен назвать все, что буквально он обязан проверить перед тем, как вагон должен выехать на линию. Если он что-то пропустил, либо не уложился в заданное время, а время тоже очень ограничено в этом, либо нарушил какие-то там правила техники безопасности, за это все идут штрафные очки. От теории к практике. Водителям с закрытым спидометром нужно держать нужную скорость, выполнить экстренную остановку на светофоре. При этом, когда загорится красный, они не знают. Альбина Хаджиева на этом этапе выступает одной из последних. Волнение усилил внезапно грянувший дождь. Для меня самая сложная была, мне кажется, трасса. Потому что погодные условия с нами сыграли не очень хорошую шутку. Полил дождь. А для трамвайщиков это известно. Рельсы становятся не очень хорошими для торможения. Лучшего водителя трамвая определят 10 августа, когда жюри изучит все протоколы. Победитель конкурса будет представлять Екатеринбург на всероссийских состязаниях, которые пройдут в следующем году. Михаил Якунин, Александр Гомзяк. События ОТВ.